Здравствуйте, вас приветствую я, Олена Томис, итальянский экономист Джан Карло Маркотти. Обращает внимание на то, что, чтобы понять пандемию COVID, мы должны попытаться понять, что происходит на финансовых рынках. И именно поэтому подчеркивает новость, что итальянский банк Fineco закрывает счета, которые превышают 100 тысяч евро. И вот, что именно по этому поводу подчеркивает экономист Джан Карло Маркотти. Вчера случилось то, что без сомнения должно было вас сбить с толку. И я всегда призываю, когда вы сбились с толку, надо остановиться и подумать. Даже если вы не можете дать себе ответ, не смиряйтесь и хотя бы подумайте о том, что за аномалией есть что-то, что не работает и рано или поздно взорвется. Финеко-банк. Мы можем определить этот банк как инвестиционный банк в том смысле, что его основной бизнес – это управление активами. Банк, который менее двух лет назад контролировался уникредитом, но теперь является независимым банком. Финеко-банк направил владельцам счетов письмо. Что было написано в этом письме? Всего лишь то, что текущие счета с остатком, превышающим 100 тысяч евро, тех клиентов, которые не запрашивали или не использовали инвестиционные продукты банка, или управление сбережениями, или которые не воспользовались кредитами банка, будут закрыты. Вы поняли? Это значит, что мир перевернулся. Вы наверняка помните, что банки всегда вели жесткую конкуренцию за клиентов, размещающих депозиты, а теперь им отказывают. Что случилось? Ответ прост. Европейский центральный банк, в который банки еврозоны депонируют свою избыточную ликвидность, вместо выплаты вознаграждения по этим депозитам взимает с них плату. И это происходит уже на протяжении нескольких лет. Практически, европейский центральный банк применяет отрицательные ставки по депозитам овернайт, как правило, депозиты на крупную сумму. В настоящее время применяется ставка 0,50%. Поэтому для банка в наличии денег на текущих счетах клиентов – это издержки. Таким образом, если у банка есть инвестиции, которые, очевидно, создают комиссионные расходы, то они создают прибыль для банка. В этом случае все в порядке. А с другой стороны, если вы только депонировали деньги, вы создаете всего лишь убытки для банка. Повторяю, для тех, кто работал в банке много лет назад, слышать подобное – просто абсурдное. Основная цель того, кто работал в банке в качестве банкира, заключалась в том, чтобы увеличивать клиентов или увеличивать суммы на текущих счетах. Насколько это возможно? Путем перехвата в основном богатых клиентов у конкурентов. А что происходит сейчас? Сейчас банк говорит своему клиенту, у которого на счету много денег – уходите, идите и положите ваши деньги в другой банк. То есть вы понимаете, дорогие слушатели, что мир полностью перевернулся? А значит, что для поиска первоначального ответа на вопрос о пандемии COVID необходимо посмотреть на аспекты, которые я назвал перевернутым миром. Мы должны посмотреть туда. Вот куда мы должны следовать и где мы должны искать ответ именно в этом перевернутом мире. Повторяю, чтобы понять COVID, мы должны попытаться понять, что происходит на финансовых рынках. И я твердо убежден, что эти две вещи абсолютно взаимосвязаны. Это были размышления итальянского экономиста Джен Карло Маркотти, где он подчеркивает, что чтобы понять COVID, мы должны попытаться понять, что происходит именно на финансовых рынках. И, как пример, подчеркну новость, почему итальянский Финеку Банк закрывает счета, которые превышают 100 тысяч евро. Под этим видео мы оставим подборку видео итальянского экономиста Джен Карло Маркотти. С вами была я, Олена Доми, Милан, 24 марта 2021 года. До новых встреч. Благодарю вас.